Ну, заканчивается вот. Три вопроса я выписал на будущее, на лучшие времена. И остался у нас последний вопрос. Я сокращаю. То ли Николай Говоруш, то ли, наверное, Николай Говорушин скорее. Встречал я-то Федю Бешеного, он же Самарский. И расскажи то, что можно. Значит, начну с цитаты про Федю Бешеного. Бешеный, когда после длинного перерыва вернулся в Москву, приехал в Москву, он посмотрел по сторонам. А тут уже как раз началось вот это вот движение, уже вот эти вот рэпики, возня, вот это вот все. И он вот это вот все посмотрел, и раньше этого не было. И он когда посмотрел, он сказал так. Он сказал, были времена, вот когда мы, братва, мы все друг друга знали, чуть ли не по всему Советскому Союзу. А сейчас в каждый двор, куда палкой не кинь, и везде попадешь. Там братва, тут братва, братва с улицы, братва с переулка, братва с подворотни, и все вот это вот, и кругом братва. Но он сказал, пройдет какое-то время, все это уляжется, все это, пена это осядет, и опять мы будем все этого друга знать. Но он не дожил, правда, до этого. Слав, внешне, во-первых, вот внешне, как он выглядел? Внешне он хорошо выглядел, он любил себя так преподнести хорошо. Любил хорошие заведения, хороший, вот столичный кабак. Потом вот это вот, не Невский, не Невский, а Ленинградская гостиница, на трех вокзалах. Вот ресторан на первом этаже, вот там он любил космос, любил этот... Ну, высокий кент, маленький, как-то... Да, ну, средний, средний рост. Усы носил, черники, ну, евреи. Евреи, вот так. Я тоже не знал. Вот, значит, такой интересный, малый, единственное, ему пить было нельзя. Вот пьяный он делался, вот он в последний раз, вот он официанта убил. Пьяный, ну, официант, топнул на него ногой, и все, нет. Ну, так-то, в принципе. Ну, и полковник ты знаешь хорошо, Валера. Полковник, потолок стрельнул, поэтому все позагасились, они... Я его не знаю, меня им пугали. Меня им пугали, когда я сломал в Малаховке на рынке, и они меня догнали, попытались вернуть, и вот пугали каким-то полковником. Ну, знаешь, ты его хорошо. И Лорион с ними же тоже, с самарскими, с этими. И вообще такая грядка-то была хорошая, с самарских, конечно, шпанюков. А тогда, это было еще до Рекета Миша, это была немножко другая шпана. В Москве, начнем с того, что центр Москвы, Москва, там было очень много денег. Ну, очень много денег в плане какого? Там березки, вот эти чеки березовские, иностранцы, валюта, спекуляция по рынку. И со всего, дефицит же, и со всего Союза люди ехали в Москву, чтобы что-то купить. И везли деньги, огромные деньги. Искали, куда их деть. И вот на этой почве развилась целая отрасль тогда, значит, вот эти ловщики около березок, чеки, вот эти валютчики, значит, наперсочники, потом барыги. Барыги, одни действительно барыжили, а другие куклу подсовывали, там, знаешь, давали посмотреть, померить одну вещицу. А подсовывали, меняли пакет, куклу, там уже человек находил, там, вообще, ну, одну штанину, да, всякое, всякое, вот это вот, всячина. И карты, катраны, катраны, вот эта вот подпольная игра, запрещенная была, азартная игра при советской власти. Вот, значит, возникали долги, которые вышибались, ну, понимаешь, да, не всякие деньги платились. В общем, там целая, целая отрасль. И формировались первые структуры такие, да? Да. Так вот, беженый был катал, беженый был из той категории людей, которые еще до рэкета, со всеми вот этими вот ломщиками и прочее, прочее, общался. Как бы их, ну, крышевал, это уже потом слово стало. А он понимал благодаря чему? Благодаря физической силе, благодаря дерзости, вот что ему дали? И все это вместе взятое, плюс общение. Общались тогда же, в центре там было очень много людей, вот, там, допустим, кроме бешеного, ну, бешеный Самарский, вот, с ним еще приезжали парни, там, лохматые, еще там, такие, я дай бог, я всех и не помню. Вот, значит, а здесь и Мансур, здесь Завадский, Леня, они все, вот эти вот макентошки, они все, в общем-то, как бы защищали, потому что и ломщику, им уже тоже нужна защита, и от милиции, и от, его же может человек через несколько дней приехать. Ну, с братьями, с коллегами, с братьями, да, 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 там, башкоты отшибут, суммы-то там немаленькие крутились, и прочие, прочие вот эти вот вещи, то есть, парни занимались вот этой канителью, и занимались этим всем еще до рэкета. Еще рэкета поменей не было, а они уже вот этим вот всем занимались, то есть, были около денег, вот, крутились, вертелись, и в это время, в это же время, на эти же деньги полезло всякое, ну, скажем так, приезжали казанские какие-то, тупорылые бригады целые, целые грядки, приезжали казанские, там, любирая в своих клетчатых штанах, там, ходили, били, отнимали, причем не разбирая никого, значит, стригли, прически им не нравились, они за внешний вид тоже были борцы, вот, они там, панков какие-то, да, ну, вот, кого поймают, ставят на колени, там, ножницами, ну, в общем, вот, вот, на, на такой вот беспредельной канители, то есть, одни изначально там всегда крутились, вертелись, как бы, вот это вот все шевелили, да, а другие просто на халяву, да, но у них же не может промышленность, у них любви, стоит, согласись, любовью тут и не пахнет, и вот отсюда возникали вот эти вот всякие напряженки, вражды, первые вот эти вот, и плюс вот эти вот, о ком я говорил, плюс к тому еще и эти полезли, чеченцы полезли же целыми аулами, они сюда приезжали, куда только не лезли, начиная от платных туалетов, а тогда еще не было платных туалетов, ну, везде лезли, то есть, тоже вот это вот от них отнять, зажирать, южный порт, я еще забыл упомянуть, запчасти, там, вот это вот. Ты расскажи, вот, кого-то из них поближе знал, и что это были за люди? Внешне, по манере общения, вот. Внешне, ну, собственно, ну, как тебе сказать, общение было, ну, не сказать, что очень сильно тесное, да и они не любили, там, допустим, каких-то хороводов, ну, нет, в ресторанах, там, в общих компаниях, еще где-то, там, где-то по работе, какие-то соприкосновения, вот такие вот моменты, сказать, чтобы там я кому-нибудь из них был близкий друг, нельзя такого сказать, ну, вот, ну, как тебе сказать, я вообще, человек, как тебе объяснить, да ты, наверное, знаешь, видишь, я не очень статный человек, мне, вот, знаешь, в кучах не очень бывает уютно, а так, круг общения был достаточно. В общем, и вот, когда Федя долго не был в Москве, вот он снова появился, а тут уже многое изменилось, вот, согласись, вот эти вот, уже тут... Изменилось, изменилось быстро и вдруг. Кардинально, кардинально изменилось в плане того, что всех каких-то курганских и прочих, каких-то новосибирских бригады понаехали, это уже не считаю Люберов. Тут из всех подмосковных городишек полезли, бандиты возникли, бывшие менты, какие-то военнослужащие в куче начали сбиваться, то есть там, где деньги, там везде вот это вот чушь, и возникло вот это вот. Но все почему-то решили называться братвой, то есть получилось, как казаки из всяких тупых медоучек, из всяких разных колдырей, из-под пивнушек вдруг казаки возникли, нате вам, они о казачестве-то понятия не имеют, суть, там смысл, уставы и прочие вещи, палка его бей, он тебе не скажет ничего, кроме того, что вот он казак, и вот он казак. И все, животное нетрезвое, они же лезут там разгонять, там порядок наводить, то есть это какие-то мусора недоделанные, дружинники, не знаю, вот, в общем, ряженые. И братва вот эта со всех сторон появилась ряженая, какие-то трактористы бывшие, и милиционеры бывшие, и сотрудники этих всяких структур, всяких федеральных, да, вдруг сделали... Ну и трактористов я по парашю не касаться, пусть будут, пусть будут, пусть будут, тракторы, дело хорошее, вот, еще какие-то там учителя физкультуры, ну, понимаешь, да, вот это вот, вся вот эта вот пехота вдруг сделалась бродвой. И Федя, конечно, который давным-давно в криминале, давным-давно каталок, по катранам, по общению, вот у него такое, вдруг он видит, вот это какая-то пехота, те, которые вчера джинцами в подворотне, там, или в женском туалете торговали, вдруг они тоже братва оказываются, вот, и вот эта вот вся канитель, а тут еще чеченцы, полезные. Ну и, а поскольку Федя человек серьезный, и общение у него было серьезное, вот он стал общаться с Амираном. Амиран-то это брат Атарика, он, вот он-то в законе же был, Амиран, вот, Амиран вор, тоже каталок, тоже был, и с Федей, и Федя тоже, они начали, ну, как бы, решать вопросы, там, прочие-прочие такие вот вещи. С ними еще Загира, был еще такой, Загира, Загира, да, Люберецкий, вот, это, которых их убили все вместе, Амирана, вот, Федю и Загиру, вот, с ними, и еще там один парнишка, Толик, на которого вначале думали, а просто, потому что его первого, как он в машине остался, его первого убили, и спрятали в шкафу. Конечно, в шкафу его только потом нашли, а сначала на него почему-то подумали, что он, там, целый роман. Ну, что самое смешное, вот, когда Федя вернулся, после вот этой канители за официанта, вот, после вот этой всей канители вернулся в Москву, я в это время сидел, по большому счету, вот, тут-то мы не встретились. То есть, как вот это, как его новое, вот, это пришествие в Москву, как, с кем, там, какие, с кем конфликты, и прочее, прочее. Я только знаю, что убили его чеченцы. Вот, вроде бы, нормально все, руки пожали, ну, давай посидим, как бы, вроде обмоем, вроде в офисе, все, вы правы, мы, как бы, вроде, совсем согласны. За они ли их не убили? Вот такая вот канители. У Загиры, кстати, осталась жена, ребенок, красавица, очень красивая женщина, которую тоже потом, вскоре, убили. Почему, как, не знаю, может, она знала, что-нибудь, Наташа, такая вот, такие вот вещи. Ну, тогда, если ты помнишь, тогда холестами направлены на лево, в общем, в общем, когда я освободился, никого из них уже не было в живых, они кто друг друга перебили, там, кто, это, кого посторонний, Мансура его, эти милиционеры убили при задержании. Да, да, в прямом эфире, в прямом эфире. Да, ему тоже, ему тоже пить нельзя было, ему просто было нельзя пить, то есть, человек орвалов, казалось бы, взлетел, ну, куда уже, в общем, куда шире-то, а, знаешь, он его близких цеплял, и вообще, такая вот канительная. Ну, то есть, я говорю, когда я освободился, их уже никого, уже новая плеяда. Слав, меня вот постоянно спрашивают о Лене Макинтоше, и я могу, я всем отвечаю, я его не знаю, я с ним не знаком, но видно, что этот человек яркий, незаурядный и, самое главное, успешный. Вот человек, который реально вот этим преступным путем достиг в жизни, ну, возможно, всего того, что он хотел. Его ты встречал, и вот о нем вычислили. Вот он-то как раз из той плеяды, про которую я рассказывал, тех еще, еще до Рэкицких, до всего вот этого человек уже жил этой жизнью, занимался вот этим всем, и прочее, прочее. Поэтому, когда вот уже там эти Любера и прочие, прочие вот эти вот все казанские, рязанские махначи повылазили, естественно, трудно было общий язык найти, очень трудно. Вот это люди, как говорится, совершенно разных весовых категорий, вот. Человек интересный, близко я с ним тоже сказать не общался, но встречался. Еще несколько человек, которые я просто не знаю, живы, не живы, они про Макентошу-то чего не говорили, вот, достаньте его, далеко там. Ну, я не говорю, потому что я, к сожалению, о нем ничего не знаю. Ну, поговаривают много там, что вот, там, чью, так сказать, карьеру уголовную он оборвал. Ну, поговаривают, но я не хочу это. Ну, я тебя умоляю. Ты же знаешь, срока давности нету, и тем более, когда сам этого всего не видел, а что-то передавать. Вот такая вот комитетель. Тут частенько, не частенько, а в общем-то вопрос задали такой интересный по поводу того, за что стыдно в жизни и чем можно гордиться. Ну, для гордости, скажем так, пищи мало, в основном могу чем гордиться, допустим, не сучился, не исподличился, не доносил, не предавал и прочее, прочее. То есть жил, ну, как, скажем так, как мог достойно. А вот что касаемо стыдно, то есть одна вещь, которую я вот почему-то вот как-то врезалась так в сознание, и очень-очень стыдно. Тем более, еще такие вопросы тоже задают отношения там к таким, к таким, к обиженным и к прочим таким вот вещам. И вот на эту тему у меня и вот такое воспоминание, которое немножко как бы стыдно. Значит, на одной зоне, ну, около нас, недалеко так от нашего прохода, жили, ну, два приятеля, там, один такой постарший, другой помоложе. Вот этот, который помоложе, он такой небольшой, такой пукленький, круглолицый, такой парнишечка, такой интересный. И такой он приветливый, нормальный такой парнишка. Вот. А товарищ его такой суровый, такой валек. Вот. Ну, они так вот общались, так еще над этим вот пацаненком иногда подшучивали. Ну, так, беззлобно, все нормально было. Потом он связался с каким-то там придурком, вроде себя, и они там попытку к побегу. Где уж их там назаборили, поймали, я так не вникал сильно, ну, в общем, попытка к побегу. Ну, и как водится, менты избили их очень сильно, ну, и бур там что-то, срока не добавили, потому что, ну, попытка же побега, как такового не было. Вот, попытка. Ну, и все, и я и забыл за него. Забыл совершенно. И тут меня перевозят на другую зону, этапом отправляют. И я, когда пришел на другую зону, вижу там этот парнишка. Ну, привет, привет. Ну, постарше он уже как-то так вот. И смотрю, а он в обиженах. Вот. И я говорю, как, че, где тебя угораздило? Он говорит, ты знаешь, Слава, у меня тут ничего не было. Меня, типа, оклеветали. Ну, было, но оклеветали, не оклеветали, да черт знает в эти вещи вникать. И я и не вникал, и не вникал. Рукой махнул, забыл за вот эту канитель. И через какое-то время пришел типчик довольно легендарный. Такой кличка Дурак. Слава, тезка мой. Дурак не потому, что глупый, а за безрассудство. Дурак, это по старой фене безумие. Ну, безрассудный, отчаянный до одуря человек. Слава, дурак. Ну, вот. Ну, и, в общем-то, воспылал он, наверное, желанием к этому вот юноше. Ну, юноша ему тоже, я нет, оклеветом туда-сюда, вот и Слава в курсе. Ну, тот ко мне подлетел. Чего, Слава, в курсе ты действительно? Я говорю, ну, по крайней мере, вот на той зоне, где мы были, там не намека. Я и товарищи его хорошо знаю, и с ним я как бы, ну, не близко, но вот он через кровать от нашего прохода спал. Ну, общались, иногда там что-нибудь попросишь его, там, он не отказывал сбегать, привезти, там, ну, обычное дело, вот. Ну, и все, и дурак, значит, а как же так? Это ж на каком основании? Человека зачухали, человека пусть поставили в такие рамки обиженного, когда за ним ничего нету. В этой зоне кто-нибудь что-нибудь о нем знает, тишина. А кто объявил, тоже тишина, ну, вроде как, черт его знает. Ну, и дурак его реабилитирует. Реабилитирует во всеуслышание, громко, говорит, кто малейшее только в его адрес что-нибудь, самого склоню в извращенной форме. Ну, в общем, реабилитировал кличку, ему дали скользкий. Вот, более преданного, чем человек, ну, как их называют, там, шестерка, вот в зоне. Более преданного... Чек, просто чек. Просто чек. Более преданного дураку, вот, я не видел человека. Там столько у него. Обожал он по стойке смирно, замалевшую. Какая скотина все-таки запустила интригу. Ну, вот какая-то тварь, вот, что, видно, понял кто-то, что, ну, спрос-то, ну, какой, что он может спросить, этот бедолажка. Ну, такого ростик, он маленький, такой, пухненький, такой, забавный паренек, вот. Ну, и все, дурак обилитировал его, и обилитированный этот парень, я говорю, и дурак его только скользкий, он уже тут, как тут, он прям мгновенно вырастал. Он ему карты, на работу уходим, карты, нож, там, еще что-нибудь, там, принести, спрятать, там, это, это, скользкий тут. Просто вот, зато, дуракам музыкальное настроение, он скользкий, иди собери этих, этих бандуристов, вот он скользкий. И уже тут гитаристы эти, с гармошкой, кто-то, кто-то с гитарой, тут вот такие вот эти, там, песни, песни советских и зарубежных композиторов, шансон, была тату, ну, кто на что гораст, дурак любитель был, послушать, унилялся. Вот, так что, и мне вот, я вот так вот вспоминаю потом вот этот вот случай, и мне как-то вот, не то, что стыдно, а вот думаю, ну, вот почему я этого не сделал. Я мог бы так же в точности, как и дурак, это сделать, легко. Мне и положение мое позволяло, в принципе, а вот не хватило душевности. Слав, ну, вот наши собеседники, я уже по опыту знаю, наверняка буду вот спрашивать, а как сложилась их судьба, ты, до какого времени ты, что называется, наблюдал вот их жизнь и так далее? Кого, дурака? Ну, дурака и скользкого. Вкрытую проводил, сам освободился. А скользкий остался? А скользкий остался. Иногда переписывались изредка с дураком, потом, насколько я знаю, что в одной из колоний, где-то после крытой, видимо, его куда-то там в Сибирь, вроде бы захватил санчасть в заложнике, вроде бы снайпер его уложил. Вот такое. Я, единственное, что, вот я когда освободился, он вкрытую ушел, а я освободился. Я, единственное, что, я посылал его сестре деньги из расчета, что, чтобы они съездили на свидание к нему, там, она, сестра или мать, и там, что-то могли отвезти. Ну, и тоже потом, время-то идет, и как-то так потерялась, потерялась связь. Ну, вроде бы, вот снайперы, вроде бы, но фамилия, все совпадает. И потом я встречал, в дальнейшем, вот в тюрьме встречал человека, который, вроде бы, знал эту, ну, вроде бы, подтверждается. А он сам откуда был, где-то? Он из Мичуринска, вот, из-под Тамбова. Из-под Тамбова, да. Тамбовский волчишка. Такой парень, редкостный, редкостный такой. Вот он мне кличку Ясла. Да, я думал, это у тебя здесь, в Люберцах, я в Новотройске, ты не слышал ее. Да, я как-то не оглашал. Там, по северу, была. Он, как, с похмелья или что-нибудь, я там на него, допустим, ругаюсь, и он всегда говорил. Он на косаре идет, иногда то меня из бани тачат, что он, это, там, давай бегом, там, дурак уже, чуть ли не полбарак, там уже весь барак, черти где, за кем-то там гоняется, то еще что-нибудь. Ну, я как у него. Ну, и начиная, и он всегда говорил, ясва ты слава, вот так душевно у меня вот душа ушла, пить не мог. Так вот берет стакан и сам себя дурит, вот, квасок, квасок, квасок. Я сейчас квасу выпью, квасок, квасок. А все равно, все равно, вот, вливал в себя чудом, а потом, ну, то ему плохо, то еще хуже, ну, и всегда он потом мне говорил. У меня душа ушла от язвы ты слава. Душа ушла. Все ж ты кое-как, душа лишнулась. Это, это значит, похмелился.